Суть наполненной жизни. Очень часто приходится сейчас стерзаться с людьми, которые ощущают, как будто бы, что им что-то не хватает в жизни. Вот они то делают, и это делают, и тут они, значит, это, и тут они то, и времени на все не хватает, и все равно вот это ощущение, что ты что-то не успеваешь, и что надо как-то ее по-другому, эту жизнь проживать, там, и так далее. Ну, я это понимаю, все. Вот. Я бы тоже хотел такую жизнь. Я только, понимаете, когда я про это думаю, я думаю, ну, это же все надо прочувствовать и пережить. Вот когда мы смотрим там где-нибудь в аккаунте, у человека вообще все, он все, он и путешествует, он и работает, и семья, понимаете, то, и все, и пятое, и десятое. Ну, во-первых, это картинка. Ну, то есть, вот это, как бы, никто так не живет, как он показывает. Вот. А во-вторых, ну, видите, даже если вы часть имеете, но проживаете это, как ценность на протяжении 24 часов в сутки, семь дней в неделю, тридцать, тридцать с один день в месяц, 365 дней в году, разве вы можете сказать, что ваша жизнь наполнена? Она переполнена. Поэтому вопрос не количество, да, не соответствуя каким-то вот стандартам, которые где-то вы подсмотрели, а это то, насколько вы внутренне переживаете то, что с вами происходит. И если вы переживаете недостаток, а это ваше собственное переживание. Мне нужно еще то-то, то-то, то, значит, что? Переживаем недостаток. Вы будете чувствовать себя, как бы, в дефиците, даже при том, что у вас сейчас может быть самая активная пора жизни. Поэтому учимся проживать жизнь, а не напихивать в нее, как это, чтобы показать в Инстаграме, у меня все есть. Только я несчастна, уставшая. И забейте эту лошадь, она больше не может. Так себе история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова